друзья всех приветствую на торговой сессии среды снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркетса оставляйте вопросы по тем инструментам которые вас интересуют с большим удовольствием отвечу и конечно же не забывайте ставите лайки дождались мы торговой сессии среды сегодня в 20 00 по московскому времени состоится инаугурация джо байдена 46 американского президента учитывая меры безопасности которые приняты в вашингтоне можно предположить что что-то интересное реально может случиться я конечно же не оставлю на какие-то социальные протесты волнение не дай бог конечно же особенно если каким-то непонятным образом результате этих столкновений будут пострадавшие нет такой сценарий и ни в коем случае не нужен но как могут проявить себя радикально настроенные республиканцы это большой вопрос который интересует волнует не только меня в общем друзья как ранее было отмечено сейчас мы наблюдаем фактически за историческими событиями и очень интересно смотреть как же все это будет в итоге разворачиваться по поводу того что происходит с американской валюты я много раз отмечал что если вы делаете акцент на фундаментальный фон если вы следите за моим аналитическим творчеством если вы согласны с этими аргументами которые я вам предлагаю в качестве позиции почему нужно ставить именно на снижение курса доллара я уверен то что в этом случае вам понятно что американская валюта это по сути один из основных аутсайдеров а на рынке форекс и в отношении доллара было сказано уже очень много слов но нужно понимать что он мой акцент на этот актив каждый день обусловлен еще не только тем что очень интересный фундамент складывается по доллару ну и также тем что доллара это все таки основной локомотив происходящего в отношении всего сектора финансовых рынков потому что повезение доллара оно влияет в целом на экономику на потребителей влияет на фондовый рынок ну и разумеется влияет на тех конкурентов которые котируются против него сейчас индекс американской валюты 90 34 буквально несколько дней назад мы наблюдали его на уровне девяносто один пункт ну практически и ранее я также комментировал что не стоит обращать внимание на локальную коррекцию как на нечто то что может перерасти в новый восходящий тренд то есть я ранее также предупреждаю что разворот может произойти довольно таки быстро потому что фон который сложился ранее который еще потенциально может сложиться это фон который только усилит вот эту нисходящую тенденцию и вот пожалуйста вишенкой на торте выступил вчерашняя речь джанет хеллинг которая нам теперь уже известно как скорее всего стопроцентный кандидат на пост министр финансов сша ей это в кандидатуру предложил джо байна я уверен то что именно она и станет следующим министром финансов он американской экономики ее выступление изначально было интересно потому что елен перед финансовым комитетом сената должна была призывать американских конгрессменов пойти на более масштабные меры экономического стимулирования чтобы помочь экономике в условиях экономического спада из-за коронавирусного кризиса и этот сценарий полностью был реализован в рамках ее вчерашнего выступления по тезисам которые мы буквально за несколько часов получили до ее официальной речи было понятно что она реально будет топить за новые более масштабные меры поддержки и именно это и произошло мы ориентируемся сейчас на то что на байден когда окончательно займет овальный кабинет протащит на первом о своем слушании в конгрессе выступление тот пакет который уже известен на 1 и 9 триллиона на долларов и понятно что сейчас министерство финансов а при джанет еллин с учетом ее озвученной позиции будет поддерживать его в этих начинаниях а в купе еще и с ее другом который как вы знаете джеромом пауэлл возглавляет американский регулятор получается такой властный комитет который реально будет спонсировать и заливать экономику деньгами забрасывать вертолетной ликвидности которая всем вам на известно нету никаких негативных моментов и еще одно смягчающее обстоятельство в целом то что все инициативы которые будут последствия предполагать новые меры экономической поддержки точно будут проходить через конгресс потому что после последних выборов понятно что демократы контролируют теперь не только палату представителей но и собственно а сенат поэтому а в качестве резюме команда очень сильно собирается вокруг байдена эта команда которая осознает риски бездействия сейчас в условиях пандемии эта команда которая топит за более масштабные экономические стимулы и это друзья та команда которая создаст условия для средне теряет долгосрочного ослабления доллара я в целом разделяю такую позицию потому что более слабая национальная валюта в условиях экономического оздоровления такого запредельного уровня государственного долга она сулит и несет большие блага для экономики и я друзья снова делаю вывод о том что американца нужно шортить и шортить уже сейчас золото в связи с тем что ожидается более масштабная стимулирование уже растет 1850 мы видим это только лишь начало мы ждали восстановление когда усилится риторика по новым мерам стимулирования вот она усилилась и рынок драгоценных металлов начинает прибавлять а по поводу снижения курса доллара ну я обычно отрабатываю идею эту через индекс американской валюты но сегодня открыл еще и шорт по паре доллар иена с целью 100 друзья сейчас котировки 103 70 то есть фактически жду снижение на 400 пунктов по поводу нефти 5620 устало смотреть друзья на рост потому что чем хуже складывается новостной фон тем более интересным этот актив становится для покупателей я решил рискнуть и вопреки своему фундаментальному подходу все таки не говорить сейчас о рисках для спроса раз они игнорируются рынком а посмотреть на нефть как еще один рисковый инструмент который должен расти на фоне ослабления курса доллара поэтому сегодня открывает длинную позицию целями да непонятно какими целями друзья я думаю что выше 60 долларов за баррель буду комментировать эту сделку но прекрасно понимаю что ее природа чисто спекулятивная с точки зрения фундамента я к сожалению не могу объяснить посыл почему я поставил на укрепление позиции этого актива и по другим инструментом доллар канадец 12705 ждем сегодняшнее заседание банка канады в 18.00 по московскому времени в 19.15 это пресс-конференция руководителя банка канады новые меры экономического стимулирования этот сценарий не отменяется либо снижение процентной ставки фактическое что ну вероятность правда не так уж высока либо анонс этих изменений в будущем и рассчитываю на то что все таки на этом канадец должен просесть и дать нам возможность зацепиться за сопротивление 128 128 50 американский фондовый рынок ждем в районе 4000 пунктов потому что опять же мы рассчитывали на рост рынка только из-за стимулов байдена сейчас еще и джанет елен подключится с джеромом паулом в общем будут новые локальные максимумы bitcoin как я отмечал корректируется смотрим на индикатор ренчных настроений крипто фирринг рид ждем 65 а 70 только после этого озадачимся всем стоит ли его выкупать пока что не стоит друзья думаю что 30 тысяч мы увидим евро растет 12140 ждем выше отметки 122 и опять же все то что сейчас складывается на финансовых рынках при усилении тенденции слабости доллара позволит нам по риску отработать цели даже раньше чем мы прогнозировали на этом собственно все хорошая вам торговой сессии всем пока